МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В эти минуты Барнаул прощается с погибшими над Японским морем летчиками. Трагедия случилась во время учебно-тренировочного полета. Самолеты разбились, пилоты катапультировались. Двоим удалось выжить, а вот двое других погибли. Их тела накануне доставили на Алтай. Алексею Овсянникову было 33 года. Он уроженец Барнаула, окончил школу-интернат с первоначальной летной подготовкой, а затем уже Краснодарское авиационное училище. У него осталась жена и двое детей. Второй летчик Алексей Пайдыганов родился в Южкороле, но его семья сейчас проживает в краевой столице. Церемония прощания проходит в траурном зале по адресу Титова, 9А. С летчиками пришли проститься родственники, друзья и сослуживцы. Продолжим. В эти минуты губернатор Виктор Томенко встречается с главами городов и муниципалитетов края. Вместе с ними сегодня в Барнауле обсуждают, как развивать экономику и социальную сферу на разных уровнях власти. В ходе совещания речь также пойдет о таких направлениях, как здравоохранение, предпринимательство в районах, охране окружающей среды. Два вопроса обсудят отдельно, а именно эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения и сохранение пассажироперевозок на муниципальных маршрутах. Теперь для обследований многим жителям сел и деревень края не обязательно приезжать в Барнаул. Диагноз им поставят на расстоянии, причем в режиме реального времени. В крае начал действовать передвижной телемедицинский комплекс. Правда, при тестировании медики уже столкнулись с некоторыми проблемами, с какими выяснял Илья Кочетков. Жительница села Озерки проходит обследование у врача-гинеколога. Фактически ее наблюдают два доктора. Второй находится в 50 километрах перед своим монитором. И это один из ведущих специалистов Барнаульского диагностического центра. Я могу онлайн провести консультацию со специалистом, плюс дополнительно показать в режиме онлайн видеокольпоскопию и проконсультироваться, спросить мнение экспертов, в частности, в каком объеме мне пациента стоит дообследовать. Все благодаря вот этому устройству стоимостью больше миллиона рублей. Его установили на один из мобильных медицинских центров, второй год действующих в крае. Как пояснили специалисты, он не просто позволяет передавать изображение с экрана медицинского аппарата и связываться с удаленным специалистом. Он шифрует информацию о состоянии здоровья пациентов, чего требует закон. Правда, уже выяснилось, с передачей данных не все так просто. Если мы говорим про, так скажем, районные центры, здесь проблемы со связью, как правило, нет. А если это трудно, так скажем, доступные какие-то районы или отдаленные населенные пункты, то возникает проблема просто с организацией связи. Сейчас аппарат проходит по сути тестирование. Выявленные сильные и слабые стороны помогут максимально эффективно использовать его в дальнейшем. Как нам рассказали в Краевом Минздраве, далее его будут по очереди использовать в других передвижных центрах. Мужское здоровье, на мобильных маммографах и не только. Кстати, комплекс «Женское здоровье», отработав в озерках до начала февраля, отправится далее в Первомайский район, где его уже ждут пациенты. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. В Россельхознадзоре Края усилили меры по недопущению распространения чумы свиней на территорию региона. Заболевания обнаружили у наших соседей на севере Монголии. Погибло 85 животных, 214 пришлось уничтожить. На территорию Края инфекция может попасть со стороны Республики Алтай. Как утверждают в региональном управлении Россельхознадзора, чтобы этого не допустить, ветеринары регулярно осматривают все свинофермы, не только региона, но и наших соседей. Эксперты проводят проверку на таможне, чтобы исключить провоз мяса и корма для животных из зараженных территорий. Наша основная задача – это всеми силами сработать таким образом, чтобы в данном случае это заболевание обошло нас стороной. Ну, в общем-то, опыт у нас уже есть. Отрабатывали защиту территории Края от проникновения на территорию нашего субъекта вируса африканской чумы свиней в связи со вспышкой в Омской области. Для человека африканская чума не опасна, а вот среди животных смертность от этой инфекции достигает 100%. К тому же после ее обнаружения необходимо уничтожить все поголовье свиней в радиусе 5 километров. Он бывает неразборчивым или размашистым. Сегодня во всем мире отмечают день ручного письма. С появлением компьютеров и всевозможных гаджетов люди все реже используют шариковую ручку. День почерка и был придуман, чтобы напомнить человеку об уникальности ручного письма. По завиткам и наклонам специалисты могут определить характер и даже профессию. Мы решили проверить, провести эксперимент. Наши корреспонденты написали на бумажке одну и ту же фразу. Затем мы отправились к графологу. Сможет ли он за короткое время определить, какой по характеру человек это написал? Смотрите в вечернем эфире. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На территории края по-прежнему тепло, но пасмурно и снежно. В Белокурихе-Алейске минус 7, в Рубцовске до 9 мороза. В Бийске снег и минус 2. В Барнауле ночью днем снег и до минус 5. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440 и полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова